В прошлом уроке мы с вами установили и настроили компонент комментариев, а в этом уроке давайте установим модуль, в котором будут отображаться последние опубликованные комментарии на сайте. Этот модуль не входит в стандартную комплектацию Joomla, его нам нужно скачать с официального сайта joomlatune.ru, то есть оттуда же, откуда мы и качали компонент jcommens. Нажимаем на кнопку скачать напротив jcommens и нам выходят довольно много различных ссылок. И нас интересует здесь блок модули для jcommens, а в частности вот этот jcommens latest, то есть последние комментарии Joomla comments. Кликаем сюда и нажимаем на ссылку, по которой скачивается версия 3.0.3 для Joomla версии 3. И для Joomla версии 2.5. Этот файл у меня уже, как обычно, скачен и размещен на рабочем столе. Его вы найдете также и в дополнительных материалах к видеокурсу. Ну а теперь приступим к его установке. Как обычно, расширение менеджер расширений. Загрузить файл пакета. Обзор. Указываем, где файл лежит. И нажимаем на кнопку загрузить и установить. Установка модуля успешно завершена. Давайте перейдем к его настройке. Расширение менеджер модулей. Вот он у нас, этот модуль. Он у нас не опубликован. Здесь стоит крестик. Давайте кликнем на него, чтобы включить и чтобы выбрать позицию для этого модуля. Прежде всего, давайте определимся с заголовком. Давайте напишем сюда последние комментарии. Количество комментариев. Пусть у нас будет 5. Например, 5 последних комментариев будет отображаться. Группировка комментариев. Ну пусть будет нет. Порядок. Последние добавленные пусть идут первыми. Показывать заголовок. Показать. Позицию, как обычно, выберем. Та, что у нас сбоку. Это позиция сайдбар B. Состояние выберем опубликовано. Здесь все. Сохраняем изменения. А, кстати, еще вот один момент. Привязка к пунктам меню. Здесь нам нужно выбрать, чтобы данный модуль отображался на всех страницах. Кликаю сюда и еще раз сохраняю. Давайте перейдем теперь на сайт и обновим страницу. Посмотрим, как модуль отображается на данный момент. Вот, смотрите, появился у нас блок последние комментарии. Но он у нас с вами, как обычно, не очень красиво отображается. Нам что-то не везет на хорошее отображение модулей. Но мы с вами зато научимся исправлять такие огрехи шаблонов и исправлять то, что нам не нравится в шаблоне самостоятельно с помощью внесения каких-то изменений в CSS стиле. Итак, давайте прежде чем начать изменения стилей, некоторые настройки еще в этот модуль внесем. А вот какие. Перейдем на вкладку параметры отображения и посмотрим, что здесь можно в этом модуле показывать, а что скрыть. Тема комментариев давайте скроем. Автор комментария оставим. Ограничение длины комментария пусть будет 100. Ссылка подробнее. Я думаю, это лишнее. Мы ее скроем. Дата комментария тоже, на мой взгляд, она не обязательно. Мы ее скроем, поэтому тип даты и формат даты нас уже не должен интересовать. Заголовок объекта, то есть заголовок статьи или материала, к которому опубликован комментарий. Ну давайте покажем. И заголовок как ссылка. То есть, чтобы при клике на заголовок материала у нас была возможность перейти в полную новость этого материала, чтобы почитать его и посмотреть комментарии, все комментарии, которые к этой статье опубликованы. Аватары скрыть. Смайлы. Я смайлы не очень люблю, поэтому я выберу опцию не показывать. Уровень заголовка оставим как есть. Аж 4. Сохраняем изменения. Я закрою вкладку с официальным сайтом Joomla Comments и перейду на вкладку нашего сайта. Обновляем страницу и посмотрим изменения, которые мы с вами только что сделали. Смотрите, дата пропала. У нас теперь ссылка стала активной. При клике на название статьи мы можем перейти в тот или иной материал. Однако, смотрите, какое недоразумение у нас получилось. Сейчас у нас в этом блоке 1, 2, 3, 4 всего комментария. Мы же в настройках модуля указывали, что нам необходимо в этом модуле выводить 5 комментариев. Куда же делся еще один? И почему здесь такое большое пустое пространство? Давайте разбираться. Вновь обратимся к услугам плагина Firebug. Давайте откроем его и с помощью синей стрелочки наведем на этот модуль. Кликаю на правую кнопку мыши, чтобы закрепить этот элемент здесь в коде. Итак, мы видим, что оформлены в виде списка у L с классом jCommentsLatest. И каждый комментарий представляет собой элемент списка, ли. В коде элементов списка у нас следующее количество. 1, 2, 3, 4, 5. Но почему же здесь у нас отображается не 5, а 4 комментария? Давайте смотреть дальше. И конкретно посмотрим на стили и свойства, влияющие на элемент списка. Итак, обращаем внимание на правую часть Firebug и смотрим. Вот стиль для элемента списка, а вот его свойства. Вроде бы с этими свойствами все в порядке. Однако мы видим здесь такое свойство Overflow Hidden. Давайте попробуем кликнуть на кружочек, зачеркнутый красный, и посмотрим, что произойдет, если мы отключим это свойство. Итак, как вы видите, у нас появился потерянный нами пятый комментарий, а также убралось вот это пустое место. Все прекрасно выглядит теперь и прекрасно работает. Поэтому давайте это свойство удалим непосредственно из файла style.css, который находится по адресу joomla.blog.media.mod.jCommentsLatest.css.style.css. Вам путь этот вновь не виден, потому что он у меня за пределами записывающего окна. Ну, давайте откроем наш сайт и внесем необходимые изменения в этот файл. Папка Media. Далее здесь ищем папку mod.jCommentsLatest.css. И вот интересующий нас файл style.css. Открываем его с помощью notepad++. И здесь будем искать интересующий нас стиль ul.jCommentsLatest.ly. Давайте попробуем его отсюда скопировать и вставить при поиске уже в файле, чтобы быстрее его найти. Вот этот стиль. Давайте удалим отсюда свойства overflow hidden. Сохраняем изменения. И обновляем страницу на сайте. Посмотрим, все ли теперь стало в порядке. Теперь все отлично. Однако мне не нравится, что вот эти комментарии сейчас находятся в такой рамке. Давайте попробуем эту рамку тоже убрать. Вновь возвращаемся к Firebug и смотрим, как формируется эта рамка. В каком стиле и с помощью какого свойства. Итак, наводим на этот элемент. Это блок у нас с классом commentRounded. Вот его свойства. И если мы отключим свойства border и borderRadius, то мы увидим, что рамка у нас пропала. Поэтому давайте попробуем и в файле найти этот стиль. И изменить его свойства. Ctrl-F, чтобы поиск. И я вставляю тот стиль, который мне необходимо найти. И здесь также указана строка 74. Вот 74 строка. Я стираю всю информацию, касающуюся border, то есть рамки. Нажимаю Delete и сохраняю изменения в этом файле. Обновляю страницу. Рамка у нас пропала. Что здесь еще можно сделать? В принципе, чтобы этот модуль выглядел более симпатично, можно убрать вот эти отступы, которые находятся между заголовком статьи и именем комментатора. Давайте попробуем это сделать. Прежде всего, выясним, откуда берется этот промежуток. Если мы наведем на элемент списка, li, то никаких отступов не увидим. Если мы пойдем чуть глубже и наведем на тег h4, с помощью которого выводится заголовок статьи, то мы видим желтые полосы. Желтые полосы у нас обозначают внешние отступы Merging. Поэтому теперь давайте смотреть в стилях, откуда эти отступы берутся. Если мы обратим внимание на стиле тега h4, то увидим лишь общие стили. Вот, например, здесь, здесь. А касательно Merging мы видим стили вот здесь. Но если мы попробуем отключить этот отступ, общий отступ, то у нас практически ничего не меняется. Поэтому давайте сделаем свойства, которые принадлежат именно тегу h4, которые находятся в классе jcomments.latest. Стиль мы можем прописать в том же файле, который мы с вами только что редактировали. Это файл style.css. Давайте скопируем отсюда название класса. В начале класса поставим точку. И теперь укажем, что в этом классе нас интересует именно тег h4, который в данном случае в html коде вложен в этот класс. Открываем и закрываем фигурные скобки и внутри них пишем Merging, то есть отступ, 0. Ставим точку с запятой, сохраняем. То есть мы абсолютно все отступы у тега h4, которые находятся внутри класса jcomments.latest, убрали. Давайте обновим страницу и посмотрим, что произошло. Смотрите, все так получилось, как мы и задумывали. Отступы между комментатором и названием статьи пропали. Но у нас теперь появилась другая проблема. Теперь все комментарии как будто слиты в одну кучу. И непонятно, где заканчивается один комментарий и начинается другой. Поэтому я рекомендую отделить каждый из комментариев горизонтальной линией. Допустим, примерно вот такой, как здесь у нас в статье. Как одна статья отделяется от другой с помощью такой горизонтальной серой линии. Как же это сделать? Для этого, для каждого элемента списка ли, нам нужно внизу сделать рамку, бордер, толщиной 1 пиксель. Давайте вновь обратимся к тому стилю, который мы с вами уже редактировали. Это стиль элемента списка ли. Давайте попробуем с помощью, опять же, поиска найти этот стиль. Вот он. И сюда давайте пропишем следующее свойство. Бордер. Так как рамка или черта нам нужна только снизу каждого элемента списка, а не вообще, чтобы она была и слева, и сверху, и справа, и снизу. Поэтому пишем border bottom. И теперь посмотрим, какого цвета рамка у нас здесь, в статьях. Для этого с помощью синей стрелки наведем сюда и посмотрим. Здесь у нас тоже используется border bottom. Нижняя рамка сплошная, а цвет у нее вот такой. Давайте скопируем отсюда этот цвет и вставим его сюда в свойства нашего элемента списка. Сохраняем изменения, обновляем страницу. Отлично. Теперь все комментарии к каждой статье у нас отделены с помощью такой серой линии, не сильно бросающейся в глаза. Однако, смотрите, теперь у нас название статьи немного к этой линии прилипло. Поэтому давайте отредактируем свойства margin, которое мы с вами уже редактировали в этом файле. Вот, мы его ставили 0. То есть, никаких, чтобы внешних отступов у тега h4 не было. Но нам здесь нужно все же сделать внешний отступ от вот этой линии. Поэтому давайте напишем сюда следующее. margin top. Отступ сверху. Не 0, а пусть будет 4 пикселя. А отступ снизу так и оставим 0. Сохранили файл. Обновляем страницу. И вот у нас название статьи немного от линии на 4 пикселя отделилось. Все в порядке. Теперь мне нравится, как наш модуль отображается. Хотя в идеале можно еще немного поработать с шрифтом заголовка статьи. Давайте этот шрифт немного уменьшим. Напишем font-size. Мы редактируем все тот же стиль для тега h4. Font-size. Ну, допустим, 12 пикселей. Сохраняем. Обновляем. И теперь у нас заголовок немного меньше и не так отвлекает на себя внимание. А акцент как раз сделан на сам комментарий. И еще мне не очень здесь нравится, что в заголовке у нас перенос получился на две строки. Давайте уберем отсюда слово последние, а оставим просто комментарии. Либо можно написать наши комментарии. Что-нибудь такое. Возвращаемся к редактированию модуля в менеджере модулей. Здесь у нас заголовок последние комментарии. Мы напишем наши комментарии. Сохраняем и проверяем, как это у нас теперь отображается на сайте. Теперь все в одну строку. Точно так же, как и другие модули. Вот. В одну строку. Теперь смотрится более стильно. Все комментарии отделены у нас друг от друга. Заголовок не бросается в глаза. И сделали мы такой модуль буквально за несколько минут. И оформили его так, как именно мы захотим. С помощью настроек этого модуля. И с помощью редактирования CSS стилей. Которые отвечают за внешний вид и внешнее оформление этого модуля. До встречи в следующем уроке. До встречи в следующем уроке.